Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. 650 миллионов рублей на 160 инвестпроектов. Поддержку малого и среднего бизнеса обсудили сегодня в Доме правительства. Неомраченный праздник. Врачи и сотрудники МЧС напоминают о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий. Символ года. В столице республики установили фигуру быка. О ситуации в бизнесе и мерах поддержки говорили сегодня на заседании Корсовета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей. 2020 год стал для реального сектора экономики испытанием на прочность. В будущем году на поддержку малого и среднего бизнеса в Чувашии будет выделено более 650 миллионов рублей. Средства рассчитаны на реализацию 160 инвестиционных проектов и создание 440 рабочих мест. Льготное кредитование планируют продолжить. Между тем предприниматели продолжают жаловаться на частые проверки, коррупцию, слабую информированность, бюрократию и высокую налоговую нагрузку. Это данные опроса проведенного Минэкономразвития. Идет серьезное отвлечение сил и средств на то, чтобы взаимодействовать с налоговой службой. И вы в этой части, я просил бы довести порядок, стандарт, алгоритм действия ваших служб. С тем, чтобы мы сегодня четко довели до бизнеса общества и до ваших коллег. Блокирование счетов, здесь просто сказано, из-за маленьких недоимок, на самом деле тема очень часто поднимающаяся. И есть запрос, есть ли такая схема, если нет, можно ли его ввести, предварительно предупреждение предпринимателей и дать им срок все-таки погасить эту недоимку. Зачастую недоимка небольшая, а блокировка счета даже на один день, это существенная проблема может возникнуть, когда речь идет о выполнении контрактов. Самих проверок по количеству стало меньше, налоговики учитывают ситуацию. В этом году, за 11 месяцев текущего года, мы провели всего 40 выездных налоговых проверок по всей республике. Если мы говорим, например, берем отчет несколько лет подряд, в 2017 году мы проводили 160 выездных налоговых проверок, в 2018 году 123 выездные проверки за год, сейчас мы уже провели только 40 выездных налоговых проверок. Снижение составило более чем в 4 раза. У нас идет блокировка счетов не только тогда, когда есть недоимка, но еще если наш налогоплательщик не представил налоговую декларацию в налоговый орган, либо если он не исполнил свои обязательства по предоставлению в налоговый орган документов в электронной форме, если у него имеется недоимка. В этом случае, если у него имеется недоимка, мы сначала налогоплательщику направляем требования об уплате налогов. В любом случае, с каждым предпринимателем надо разбираться индивидуально. Органы власти в такое непростое для бизнеса время намерены поддерживать владельцев. Напомним, в этом году были упрощены процедуры предоставления господдержки бизнесу. В частности, сроки рассмотрения заявки на получение микрозайма сокращены до одного рабочего дня. Кроме того, максимальная сумма выдаваемой гарантии по кредиту на один субъект малого и среднего бизнеса увеличена до 100 миллионов рублей. Здесь мы обращаем внимание субъектов малого и среднего предпринимательства. Пожалуйста, обращайтесь. Есть суммы, есть средства, порядок тоже упрощен. Если вы берете кредиты в банки, кредитный комитет банков одобряет эту заявку, то Чувашская республика имеет возможность выступить поручителем до 70% от размера займа, который вы просите в банке. Работа соответствующим образом уже отлажена. Нужны проекты, нужны заявки. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Глава Чувашии встретился с чрезвычайным и полномочным послом Демократической и Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации. Речь шла о развитии двусторонних связей в торгово-экономической и гуманитарной сфере. В Чувашии иностранную делегацию заинтересовали продукции предприятий химической индустрии, машиностроения, электротехнического кластера, местные практики в сфере медицины и образования. Уже сегодня в рамках нашего визита нам удалось посетить два предприятия у вас в Шибаксарах. Это «Экстильмаш» и тракторный завод. И мы уже видим большой потенциал для развития с этими двумя предприятиями, потому что швейная промышленность, она очень развита в нашей стране, и мы одежду поставляем в Великобританию, в Штаты, в том числе в Россию. И, конечно же, всю информацию, которую нам удалось сегодня приобрести во время визитов, мы поделимся с нужными организациями, чтобы найти партнеров в Шри-Ланке, которые смогли подальше развиваться в общество. Сейчас основа зарубежных поставок – чай и текстиль. По мнению ланкийской стороны, такая узкая специализация не дает развиваться экономике страны. Шри-Ланка готова экспортировать фрукты, морепродукты, ювелирные изделия, продукции легкой промышленности. В планах встречи с представителями Минсельхоза, Торгово-промышленной палаты Чуварской республики, посещение других площадок. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклев, Республика. Перевод транспорта на газомоторное топливо – одна из ключевых задач правительства страны. Но для этого надо построить сеть заправок, чтобы избежать очередей. Республика работает в этом направлении уже несколько лет. Сегодня в эксплуатацию ввели еще три новых объекта. Теперь суточная пропускная способность газозаправочной сети повысится более чем на 600 автомобилей. Потребителями природного газа станут пассажирские и грузовые автотранспортные предприятия, таксопарки, а также дорожно-коммунальные службы – все те, кто уже переоборудовал транспорт на газ. Мы получили в этом году в рамках субсидий порядка 140 миллионов рублей, 120 субсидий на три заправки, 40 по каждой. И было уже переустановлено порядка 118 транспортных средств, переоборудовали на использование этого вида транспорта. Мы, безусловно, будем работать над тем, чтобы увеличивать и поддержку тем, кто готов переходить на данный вид топлива. В программе предусмотрено субсидирование затрат на переоборудование транспортных средств на новый вид топлива. Три, два, один, пуск! Газонаполнительные компрессорные станции начали работать на федеральной трассе М7 в Козловском районе, на автодороге Вятка в Чебоксарском и на Вурнарском шоссе в Чебоксарах. Крупные логистические компании начали переходить на газодизельные машины. Особенно это важно в условиях пандемии, когда грузоперевозки с каждым годом возрастают, интенсивность движения на федеральных дорогах растет. В перспективе строительство новых станций. До 2023 года планируют ввод еще строительства трех станций в Чувашской республике. Чувашия показывает очень хорошую динамику по этому вопросу. Поэтому мы думаем, что вполне вероятно в рамках своих корректировок мы добавим еще объектов. Так что экологичность, экономичность станут неотъемлемой частью современных перевозок. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Республика просилась со Львом Кураковым. Он ушел на 78-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения при коронавирусной инфекции. Это был человек действительно своей эпохи. Он пережил все переломные моменты в жизни республики. Не меняя своих жизненных принципов, ни при каких обстоятельствах. Его отличала огромная работоспособность, желание сделать Чувашию лучше. Я имел счастье еще с чудных лет прикасаться к деятельности Льва Патеремольча. Убежден, что память о Льве Патеремольче будет жить в наших сердцах. Человек живет среди нас в ровно столько, сколько мы его помним. Заслуги его значительны. В разное время Лев Кураков занимал посты вице-президента, премьер-министра, председателя Госсовета. Почти 20 лет его имя было связано с Чувашским государственным университетом. Ученый-экономист, профессор, он написал немало научных трудов. Он возглавлял ассамблею представителей народов, проживающих на территории Чувашской республики. Действительно, именно миролюбивый и мудрый человек смог объединить все народы. Лев Пантелеймонович, имея такие высокие, важные мегалии, оставался всегда скромным, порядочным, искренне большой душой человека. Для которого в душе человека были не только места для своих близких, родных, но и совершенно незнакомых людям, которым необходима была помощь, поддержка. Рядом с ним всегда были молодые кадры. Он поддерживал их стремление подниматься по карьерной лестнице. Многие состоявшиеся в жизни люди называют его своим учителем. В последний путь Льва Куракова проводили его родные и близкие, коллеги. От нас ушел великий ученый, хороший семьянин, хороший отец. У него было много планов, он не хотел точно умирать. Но столько сегодня делов ему осталось. Продолжать дело будут его последователи, а их немало. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Сегодня в 21 час в эфире нашего телеканала фильм о Льве Куракове под названием «Счастлив тот, кто почитает родной народ». Наряду с Чебоксарами еще одной площадкой празднования Дня Республики в 2021 году станет Шумерлинский район. Такое решение приняли сегодня на заседании Кабинета министров Чувашии. В план будущего года вошли традиционные деловые мероприятия. Такие как Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка регионы, сотрудничество без границ, предпринимательские форумы, от идеи до экспорта, делай бизнес. Уже запланированы культурные и спортивные афиши праздника. Все запланированные деловые, культурные и спортивные мероприятия будут проводиться с учетом ограничительных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике. Развитие сел и деревень Чувашии – одна из ключевых вопросов совещания. В 2020 году на строительство школ, детских садов, объектов водоснабжения, дорог было выделено более 4 миллиардов рублей. Хорошие результаты дала программа инициативного бюджетирования. За год реализовано более 3 тысяч проектов. По инициативному бюджетированию всего в 2020 году будет отремонтировано 329 автомобильных дорог, 124 объекта коммунального хозяйства, 126 мест массового отдыха населения, 96 мест захоронений, 63 детские игровые площадки, 52 объекта соцкультсферы, обустроен 31 водный объект. Для обеспечения пожарной безопасности будет очищено 13 водоемов, отремонтировано 4 объекта мер пожарной безопасности. Эта работа будет продолжена. Здесь очень важно реализовать тот подход, который мы называем синхронизировать. Тут есть возможность, Аксен Владимирович, многие проекты уже разработаны по водоснабжению у вас находятся. Понятно, здесь надо посмотреть, имеется в виду именно сельских населенных пунктов, дома культуры и так далее. Но очень важно, чтобы люди были вовлечены, а мы учли их мнение уже на стадии разработки проекта. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Уходящий год стал непростым для всех отраслей. Из-за ограничительных мер пришлось отказаться от многих мероприятий в культурной сфере. Но выполнение стратегических задач никто не отменял. Об этом говорили на заседании коллегии Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Республики. В этом году две юбилейные даты. 75-летие победы в Великой Отечественной войне и столетие со дня образования Чувашской автономии формировали главный культурный фон. В Республике прошли более 100 мероприятий, в основном в онлайн формате. Юбилейные мероприятия остаются позади. Впереди стоят перед нами глобальные задачи. Вы помните, что серьезные средства были вложены в этом году и в предыдущие годы, когда готовились мы к 100-летию Чувашской автономии, к примеру, в перезагрузку музея. В целом ряде районов и городов проведены ремонтные работы. И сегодня у нас стоит задача сделать эти музеи точкой притяжения не только для наших гостей и туристов, но прежде всего для своих молодых жителей, для подростков, для школьников и студентов. Именно в музеях оживает история народа. Все основные вехи развития республики представлены в различных экспозициях. Интерактивность стала главной составляющей работы краеведов. В следующем году особое внимание будет уделено трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. В будущем году основные реставрационные и ремонтные работы в муниципальных музеях должны быть завершены. В перечне важных событий – столетие Чувашского национального музея. В этом году открылось два современных кинозала в Канаше и Порецком. Большое кино постепенно возвращается на село. Заработал виртуальный концертный зал в Институте культуры. Новый облик приобретают сельские дома культуры. Где-то они отремонтированы, где-то построены заново. И все оснащены новым оборудованием. Наряду с театром «Кукол», театром «Юного зрителя» федеральные средства на ремонтные работы получил театр оперы и балета. Нам необходимо разработать стратегию развития Чувашского государственного театра оперы и балета. Валерий Леонидович и ваши коллеги. Так как помимо того, что требуется ремонтная работа в связи с необходимостью обеспечения пожарной безопасности, ставится задача, конечно, и сделать такой яркой точкой притяжения на уровне ПФО как минимум. В 2021 году знаковые даты у Государственного исторического архива и Государственного архива электронной документации. 80 и 25 лет соответственно. В планах строительство нового хранилища для архива современной истории. Реализация национального проекта «Культура» продолжится. Одна из главных его целей – увеличить посещаемость культурно-досуговых учреждений. Ульяна Питакова, Георгий Кривошеин, Республика. Подготовка новых педагогических кадров – важная задача в сфере образования, которую успешно решает Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева, отметивший в этом году свое 90-летие. Чтобы вывести работу на новый уровень, подписали соглашение между ЧГПУ, управлением образования администрации города Чебоксары и школой номер 65. За этим документом большая работа по выстраиванию горизонтальных связей всех сторон, заинтересованных в квалифицированных педагогических кадрах. ВУЗ видит перед собой несколько задач. Три цели перед собой мы ставим. Это, прежде всего, профориентационная работа, чтобы дети, школьники на выходе понимали, какую профессию выбрать, и в том числе профессию учителя. Для нас важно, чтобы наши студенты обучались на базе школ, получали практическую подготовку. И мы здесь очень сильно рассчитываем на опытных учителей, которые могут проводить и практику, и в том числе сопровождать наших студентов в последующем при трудоустройстве. Только взаимодействие со школами и органами управления образованием города Чебоксары мы можем решить проблему нехватки педагогических квадров. У столичного управления образования долгосрочные планы. Мы должны быть нацелены на более долгосрочную работу, в частности, целевому обучению наших школьников, которые после 11 класса поступают по целевому договору именно в педагогический университет, с прицелом на то, что через 4 или 5 лет они возвращаются именно в школы города Чебоксары. Для вовлечения молодежи в педагогическую профессию эффективным инструментом является практика организации педагогических классов. Они организованы сегодня в разных районах республики. Выпускники педклассов, как правило, выбирают учительскую профессию, и многие из них возвращаются в родную школу. Еще один проект, который мы хотим запустить в следующем году в рамках предпрофильной подготовки – это будущий педагогический класс. Именно класс, выпускники которого станут преподавателями в будущем разных направлений, по разным предметам, ну азы будут заложены в образовательном учреждении. Подписанное соглашение поможет синхронизировать действия всех сторон, увязать потребности и возможности. Это особенно важно для молодых специалистов педагогического коллектива 65-й школы. Возможность повысить свое педагогическое мастерство в стенах родного для многих университета, обучаясь магистратуре и аспирантуре на льготных условиях – важный шаг на пути профессионального роста и развития. Обновление содержания магистрских программ, разработка и практика ориентированных научных исследований – отныне совместная задача школы и университета. Новый формат взаимодействия вуза и школы – проект волонтера просвещения, в рамках которого студенты вуза оказывают помощь учителям-предметникам, организаторам-психологам школ города Чебоксары. Проект волонтера просвещения очень крутой. Почему? Потому что это отличная, просто замечательная возможность прийти в школу, поработать с детьми, сделать то, чем я буду заниматься в дальнейшем. То есть применить все свои знания теоретически именно на практике. Студенты педуниверситета хорошо подготовлены к педагогической деятельности. Уже на старших курсах они приходят работать в школы. К примеру, студентка пятого курса Наталья Демидова работает в 65-й школе учителем русского языка и литературы и ведет классное руководство. В планах студентки продолжить учебу в магистратуре, не оставляя работы в школе. Встреча завершилась проведением круглого стола, в рамках которого состоялся диалог руководства с молодежью. Приближаются зимние праздники. Они не обходятся без фейерверков и петард, но главное – соблюдать правила безопасности. Для кого праздник, а для кого напряженная работа? Именно в новогодние дни пострадавших от пиротехники становится больше и чаще всего обращаются с травмами глаз. Новый год для нас является зоной повышенного напряжения и ответственности. И мы очень хотим, чтобы этих травм в этом году было как можно меньше. Пиротехнические изделия – это хлопушки, это петарды, это фейерверки. Здесь очень важно понять, что травма от них, она очень близка к боевой и высок риск не только повреждений, но даже разрушения глаза, полной потери зрения. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, все меры предосторожности. Используйте только сертифицированные товары. Приобретая пиротехническое изделие, вы должны убедиться в том, что упаковка без видимых повреждений. Обязательно прочитайте инструкцию. Запускать взрывные устройства можно только в специально отведенных для этого местах. Попытка сделать это на другой территории карается штрафом от 2 до 200 тысяч рублей. На территории Чувашской Республики определяются места запуска фейерверков и салютов. На территории города Чебоксары, если остановиться поподробнее, определено 54 места запуска фейерверков и салютов. С этими местами, где мы можем пользоваться салютами и запускать фейерверки, можно ознакомиться на сайте администрации города Чебоксары. Не омрачайтесь себе выходные дни и с пониманием отнеситесь ко всем ограничениям и правилам. Ведь это совсем не сложно. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Традиционно в канун новогодних праздников в столице Республики появляется символ наступающего года. Сегодня на улице Карла Маркса, 54, перед главпочтампом усыновили трехметрового быка. Ежегодно в Чебоксарах проходит конкурс на лучший эскиз. Победители определяют горожане своим голосованием. Следуя восточному календарю, покровителем 2021-го станет белый металлический бык. В этом году мы немножко обратились к нашим детям. Они подготовили нам эскизы. Мы выбрали эскизы, провели лучший конкурс, отобрали лучшие рисунки и на портале «Открытый город» разместили. И наши горожане выбрали данную фигуру. Появление символа года – верный признак приближающегося Нового года. Вижу, установили быка символ наступающего года. Он очень красивый, мне нравится. Вполне мил, весел. Нравится то, что украшают город к Новому году. Это повышает настроение. Потому что настроение – важная вещь для того, чтобы думать, работать. Очень интересная задумка. Кого-то несет подарок. Очень хорошо, что такой бычок стоит у нас. Можно пофоткаться, сделать красивые фотографии. Такой веселый, красивый. Ну, будем ожидать все хорошее в этом будущем, в 2021 году. Несмотря на положительную оценку в целом, у многих возник вопрос – почему же бычок не серебристый? По китайскому гороскопу наступает у нас серебряный бык. Весь серебро. Но вот как мы подумали, я всячески пытался отговорить, все-таки предложить более-менее сделать наше. Но китайские – это хорошо, конечно, варятся, но у нас снег. У нас все-таки снега очень много. А серебро с снегом не сочетается. Мы решили сделать все-таки, и настояли, как бы сделать поярче. Фигура изготовлена из мягкого материала. Папье-Маше «Бычок» держит праздничный каравай, что символизирует благополучие и удачу для всех чебоксарцев. Ольга Семенова, Александр Атяков, Республика. Хоккейный клуб «Чебоксары» проводит заключительные матчи года на выезде. В Барнауле наша команда встречается с «Динамо Алтай». Первые два матча «Богатыри» проиграли хозяевам со счетом 5-0 и 6-3. Оставшиеся встречи проведут сегодня и завтра. Несмотря на поражение, наша команда сейчас лидирует в первенстве в ЭХЛ. После 26 игр у «Богатырей» 42 очка. Парнаульская команда на втором месте. У нее 37 баллов. Это были главные новости среды. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин